В Московском буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью открылась выставка буддийского искусства «Сокровище Гималаев». За 15 лет своего существования экспозиция побывала в 58 городах. Её увидели более 120 тысяч человек. Структура выставки соответствует буддийскому древу прибежища. Это буддийский пантеон в форме древа, где каждая ветвь соответствует одному из аспектов пути, методов и цели. На этом древе представлен Будда как цель, методы, которые он дал, друзья на пути, которые помогают, иначе было бы очень скучно развиваться. В экспозиции представлено более 350 экспонатов современного искусства. Статуи из металла, произведения буддийской живописи Тханка, традиционные музыкальные инструменты, ритуальные предметы и другие объекты гималайской культуры созданы в монастырях и мастерских Непала, Тибета, Бурятии, Калмыкии и Монголии. Это замечательно, что именно буддизм и культура пришла в Москву и открыла свои двери всем жителям Москвы, и не только Москвы, но также и как представителям буддизма посольства в Монголии. Я действительно очень рада и очень интересно посмотреть, хоть и экспонаты немногочисленные, но они представляют все каноны буддизма. В центре зала размещена мандала. Считается, что ее узоры излучают тончайшие вибрации, которые способствуют просветлению ума. А здесь богиня Бодхисаттва Ушнишавиджая. Она олицетворяет покой ума, здоровье и долголетие. В каждом экспонате выставки заключен особый философский смысл и энергия. Эта статуя носит название «Золотой дзамбала». В правой руке у божества мешочек с золотом, а в левом – мангуст. Таким образом, он помогает всем практикующим, привнося в их жизнь, благополучие и достаток. Экспозиция «Сокровища Гималаев» интерактивна. К некоторым предметам можно прикоснуться руками, например, к ритуальным и музыкальным инструментам. Мы приглашаем людей, которые просто хотят развиваться, занимаются самообразованием. Поэтому наши посетители – это как раз люди активные, развивающиеся, и которым интересно получать новую информацию о мировой культуре, частью которой является буддизм. На выставке царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Помимо демонстрации экспозиции, здесь проводятся мероприятия, посвященные искусству, культуре и философии буддизма. Лекции, кинопоказы, мастер-классы и чайные церемонии. Инна Изыхеева, Павел Чуков, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Новости Большой Азии. Учая Азии. Субтитры создавал DimaTorzok